Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о Рафаэле. Да, о том самом Рафаэле Санте, о котором в Азаре писал как об учителе всех остальных художников. Но и на самом деле за всю историю искусства мы больше не найдем такого гениального художника, как наш Рафаэль. Родился Рафаэль в маленьком городочке Урбину. Это сегодня, если мы приедем туда, подумаем, что это деревня. Но вот в эпоху Возрождения Урбина был одним из центров процветания искусства и культуры. То есть на самом деле Урбина в искусстве мог соперничать даже с самой Флоренцией. И в этом городочке Урбина трудился художник Санти, отец Рафаэля. Да, отец Рафаэля тоже был художником, и именно он научил маленького мальчика всем секретам написания картины, фрески. Кроме всего прочего, в палаццо Дукали в роскошном дворце Рафаэль имел доступ к творениям других великолепных живописцев. Родился Рафаэль 29 марта 1483 года. Хотя некоторые считают, что он родился 6 апреля, но это скорее больше похоже на легенду. Но когда Рафаэлю было 8 лет, умерла его мама. И согласно опять же легенде, отец понял, что молодого Рафаэля он уже больше ничему не может научить. То есть согласно этой легенде, мальчик в 8 лет уже превзошел своего отца. И казалось бы, отец отвез Рафаэля в мастерскую Пироджино. Ну, может быть, он его, конечно, и отвез, но там не оставил. Но вот когда мальчику стало 11 лет, Рафаэль лишился и отца тоже. Стал круглым сиротой. Тогда он уже окончательно переезжает в мастерскую величайшего тоже художника Пьетру Ванучи под прозвищем Пироджино. С тех времен до нас дошел портрет Рафаэля. Дело в том, что отец Рафаэля написал его на одной из фресок в Часовне Тиране, в виде одного из персонажей. Поэтому мы можем судить, как выглядел мальчиком Рафаэль. Естественно, в мастерской Пироджино Рафаэль показывает себя лучшим образом. И уже в 16 лет он получает свой первый настоящий самостоятельный заказ. Кстати, когда Рафаэлю будет 21 год, он уже превзойдет своего учителя. Он напишет картину венчания Девы Марии в той же стилистике, что и Пироджино, с теми же абсолютными персонажами. Но они очень похожи на у Рафаэля совершенно другой уже художественный стиль. Дело в том, что Рафаэль, когда ему было 20 лет, отправился в путешествие. Он посетил Рим, посетил Флоренцию, Сиену и уже изменил манеру написания. Кстати, в Сиене он общался с Пентурики, с ним подружился, участвовал даже в написании картонов для фресок в Сиене. Но его отвлекла весть о том, что во Флоренции в соперничестве должны сродиться Леонардо и Микеланджело. Представьте, все эти гении жили в одно время. И Леонардо и Микеланджело во Флоренции тогда представили на всеобщий суд картон и фресок. Чтобы эти картон и фресок увидеть, Рафаэль в спешке отправляется во Флоренцию, и там его мир переворачивается. Во-первых, познакомившись с картонами. Во-вторых, увидев работы Микеланджело, работы Леонардо, Рафаэль полностью меняет свой стиль. Есть даже несколько портретов, написанных в то время, которые очень сильно нам напоминают именно живопись Леонардо да Винчи. Но в 1507 году Рафаэль знакомится с Браманты. Многие говорили даже, что Браманты был дядей Рафаэля. На самом деле Браманты был главным покровителем Рафаэля. Возможно, не бесплатно. Возможно, Браманты был таким дядюшкой, который покровительствовал молодым художникам, давал тем возможность получать заказы, не забывая брать процентики. Все по-итальянски. Ну так вот, Браманты тогда советуют молодого, еще не прославившегося Рафаэля для росписи папских апартаментов. Представляете, это один из главных вообще заказов во всей Италии. И Рафаэль приступает к написанию фресок, так называемых станц Рафаэля. Работает, кстати, он над этими фресками аж несколько лет, потому что Рафаэль отвлекался на другие заказы. Он никогда не стыдился брать одновременно несколько заказов, никогда не стыдился пользоваться помощью учеников, поэтому ученики активно ему помогали в написании фресок. Кстати, Рафаэль создал полноценную мастерскую, ботега. Такое сейчас модное слово, на самом деле, не что иное, как мастерская. Он брал не только в свою ботегу начинающих молодых живописцев, но и признанных, известных художников, потому что на него сыпались заказы один за другим. Он моментально становится и богатейшим художником, и одним из самых прославленных художников своего времени. Правда, сегодня нам остается догадываться только, что написал лично сам Рафаэль, а что написали его ученики. Как писал о Рафаэле Вазари, «Он был от природы одарен той скромностью и той добротой, которые нередко обнаруживаются в тех, у кого некая благородная человечности их натуры больше, чем у других. Блистает прекраснейшее оправе ласковой приветливости, одинаково приятной и отрадной для любого человека и при любых обстоятельствах». До нас дошли все эти портреты Рафаэля, по которым мы можем судить, насколько он был внешне привлекателен и насколько он был изящен в манерах, образован, как он умел общаться с людьми, как легко он вращался в высшем обществе. Но при всех таких достоинствах у него должен был быть, наверное, один из пороков. Был. Он обожал женщин, он обожал женскую любовь, купался в их любви, ходил направо и налево. То есть, на самом деле, мы точно знаем, что по женщинам он ходил чуть ли не каждый день. Пока однажды не влюбился в одну прелестную девушку. Рафаэлю делают заказ на написание фрески «Галотея», но он очень долго не может найти подходящую натурщицу. Для него «Галотея» должна была стать, например, идеальной женской фигурой. Пока однажды он не видел, возможно, даже обнаженной у Тимбра, дочку пекаря, которую впоследствии стали называть «Фарнарина» от слова «форно» – «пекарня». Рафаэль, во-первых, восхитился ее красотой, привел ее как натурщицу и угрожал заказчику, что если заказчик Августин Кеджи не позволит написать «Галотею» с нее, то Рафаэль выбросит все краски и все кисти. Закончилось это, конечно, тем, что Рафаэль, во-первых, написал фреску «Галотея» с «Фарнарины», во-вторых, выкупил ее отца, потому что «Фарнарину» обещали обручить с одним другим римским, плебеем, назовем его так. А во-вторых, конечно, «Фарнарина» становится не только возлюбленной, но и любовницей Рафаэля. Но вот только в Риме ее воспринимали как кортизанку, потому что она в отношениях с Рафаэлем была не будучи замужем. Ну, а о свадьбе вообще не могло быть речи. Рафаэль – художник, который общается с самим Папой Римским, который работает на самого Папу Римского и тут с какой-то кортизанкой. Нет, связь их была тайной, под запретом, хотя многим об этом было известно. Но Рафаэль написал все лучшие свои работы именно с нее. Она стала настоящей музой. Секстинская Мадонна. Донна Вилата, то есть дама с вуалью, портрет самой Фарнарины, Мадонна до Фолинью и многие другие работы, навеянные были именно ее красотой. Кстати, поговаривали даже, что Рафаэль тайно на ней венчался. Все дело в том, что один из приближенных к папе кардинала договорился даже с Рафаэлем о свадьбе с племянницей со своей. А Рафаэль пять лет оттягивал эту свадьбу. Вот поговаривали, потому что он был все-таки обвенчан с Фарнариной. В итоге невеста не дожила до свадьбы. А Рафаэль перед смертью завещал похоронить его в пантеоне, и чтобы рядом была вот эта невеста. Он на плечах нес груз совести. Но в итоге Рафаэль это похоронили в пантеоне. Ну а вместо косточек невесты рядышком поставили только лишь табличку. Раньше там даже был бюст невесты Рафаэля. Но поскольку это Мария Бибиена и Рафаэль перед Богом не клились в верности, то есть официально не были обвенчаны, папа сделал так, что бюст этой Марии Бибиены потерялся. И до нас дошла только лишь легенда. Но Рафаэль свою возлюбленную даже на смертном Андре не забыл. Он шепнул своему ученику Лоренцотто, чтобы тот поставил над гробницей Рафаэля скульптуру Девы Марии с лицом, как вы думаете, кого? Конечно же, фарнарины, чтобы возлюбленная всегда была рядом. И даже на гробнице Рафаэля можно увидеть двух голубей. Один падает, другой с ним прощается. Это тоже история вот этой неземной любви Рафаэля и булочницы. Кстати, звали ее Маргарита Лути. И были найдены записи о том, что после смерти Рафаэля эта Маргарита Лути ушла в монастырь. Фигурирует она в этих записях как вдова, что еще раз подтверждает истории об их тайной связи, тайном венчании. Кстати, Рафаэль был не только гениальным художником, но он писал стихи, до нас дошло его творчество как поэта. А когда Рафаэлю было 33 года, он стал архитектором. Да не простым, а главным архитектором собора святого Петра. Вообще Рафаэль проектировал две церкви в Риме. Плюс ко всему он проектировал частные дворцы. Есть даже вилла Мадамы великолепная в Риме, спроектированная лично самим Рафаэлем. Он был такой многогранной натурой, как истинный гений. Кроме всего прочего, Рафаэль был назначен главным хранителем древности. И до нас дошло письмо Рафаэля к Папе Римскому, в котором он просит не разрушать древности, просит нас сохранить их, потому что для него вот это древнее искусство было источником вдохновения. Рафаэль скончался в возрасте 37 лет, ну или почти 37 лет. И даже спустя 500 лет тайна его смерти не разгадана. Есть несколько теорий о том, почему он умер таким молодым. Говорят, что он подхватил, раскапывая древности, римскую лихорадку, болел ей две недели, но в итоге скончался, хотя эта легенда вообще неправдоподобна. За 10 лет до смерти он купил участок земли под строительство дворца. Да, он мог себе позволить. Говорили, что жил Рафаэль как принц, а не как художник. Если он болел, зачем ему было делать такие покупки? В Азаре пишет о том, что его в могилу свела любовь к женщинам, что он распутствовал более обычного. И говорили, что, возможно, у него был сифилис или другая венерическая болезнь. Есть легенда о том, что его в могилу свела сама Фарнарина. Говорили, что однажды он проснулся, и не обнаружив рядом с собой возлюбленную, пошел на ее поиски и увидел ее в объятиях ученика. В ссоре их было такой яркой, бурной, страстной, какой и страстной было примирение. И после такой бурной ночи, казалось бы, Рафаэль без сил селег, вызвали врачей, и врачи подумали, что эта лихорадка начали его лечить кровопусканием, что окончательно его обессилело, и через несколько дней он скончался. Но последние исследования говорят о том, что Рафаэль был отравлен. Это не было новостью в тот момент. Многие художники были отравлены, как Мазачо, как Бальдасары Перуц, Сироса Фьюрентину, поговаривают, что это Себастьяна Дель Пьомбо расправился со своим соперником. И действительно, когда в XVIII веке открыли гробницу Рафаэля, увидели, что тело почти нетленное. Провели исследование, и оказалось, что в нем очень много мышьяка. Так что, возможно, Рафаэль полжертвой вот таких вот интриг. Умер он молодым, но оставил до нас более двухста картин. Это и Сикстинская Мадонна и Преображение. Огромное количество Мадонн. К Мадоннам он относился особенно трепетно, потому что проявлял, наверное, любовь к матери, и свою любовь к женщинам прежде всего. Кстати, Сикстинская Мадонна была любимой картиной Достоевского. Помните знаменитую фразу? «Красота спасет мир». Может быть, именно Сикстинская Мадонна навеяла ему эту фразу. А вот был один герцог, герцог Лотаринский, который получил свою картину Мадонна Грандука и никогда с ней больше не расставался. Куда бы он ни ездил, он везде возил ее с собой. Она всегда была в его спальне. А вот в спальне самого Рафаэля присутствовала до последних дней его жизни картина с изображением Форнарины, конечно. У Рафаэля было огромное количество талантливейших учеников. Среди них Перино Дель Ваго, Джулио Романо, Джованни Даудин и Франческо Пенни. И все они разъехались по Италии и развезли стилистику Рафаэля, и таким образом, по сути, заложив основы нового стиля, манеризма. А вот про Рафаэля в Риме не забывали никогда. В Римской академии искусств лежал даже такой череп, и все учителя брали его в руки и говорили, вот оно, вместилище прекрасной души. Конечно, это был не череп Рафаэля, но тем не менее фраза, которая запомнилась на века.